Какие вот нападки, притеснения по языковому признаку были, расскажите. Хо-хо, шалом православный, я рад приветствовать вас на моем канале. Это Евгений Вольнов, также известный вам как майор Чернобай. Как вы помните, совсем недавно Путин устраивал цирк под названием псевдореферендум на оккупированных территориях. Совершенно непонятно к чему, потому что и так всем прекрасно понятно, что это просто оккупация и попытка аннексии. Ну а как вы знаете, я более 12 лет занимаюсь телефонными звонками. На моем сайте пранк-шоу более 4000 пранков, и я точно знаю, что нужно, чтобы человек по телефону сделал все, что я от него хочу. Благодаря нашим разведчикам ко мне попал список тех людей, которые в Донецке должны были участвовать как наблюдатели на псевдореферендуме. И я позвонил нескольким из них для того, чтобы узнать, а чего же эти люди хотят, почему они так сильно ломятся из Украины в Россию. Я сам дончанин, я родился и вырос в Донецке, и никаких случаев, например, притеснений русского языка мне не удалось заметить. Но, возможно, я что-то пропустил. Давайте послушаем нашего пациента. Алло. Алло, Инна Вячеславовна? Да. Да, здравия желаю. Майор Чернобаев, администрация президента по поводу завтрашнего вашего участия как наблюдателя в выборах. Вас проконсультировали уже по нестандартным ситуациям? Ну, в принципе, говорили, но будет утром еще инструктаж. Дополнительный инструктаж у вас будет. Хорошо. Смотрите, значит, давайте. Вы говорите, что вас инструктировали. Значит, предположим, вот вы находитесь на участке. Ага. И тут кто-то из пришедших разворачивает флаг Украины. Ваши действия? Ну, там же будет охрана. Вот. Ваши действия. Что вы будете делать? Ну, сообщу охране, что нарушение. Да, замечательно. Замечательно. Это правильно. Так, хорошо. Смотрите, как... Вообще, вы просто понимаете, почему я вам позвонил? Мы общаемся с администрацией в основном, да? И напрямую с людьми, в принципе, редко выходим на контакт. Вот хотелось бы конкретно у вас спросить, как настроение вообще в Донецке? Как вот рады, не рады, референдум, наконец-то же. Наверняка долго ждали же. Ну, разные, конечно, настроения. Ну, вот вы как чувствуете? Как у вас, от на душе, скажите мне? Ну, немножко устали, конечно. Устали, да? А вы уже успели проголосовать? Что-что? Вы уже успели проголосовать или вы завтра проголосуете? Да. Что еще? А, вот еще, да, смотрите, еще один вопрос, который как раз хотелось пообщаться непосредственно с тем, кто из Донецка. Очень часто можно было слышать от наших господи Симонян, от господи Скобеевой касательно того, что были притеснения русского языка. Расскажите, вот мне очень интересно было послушать, просто я ни разу не слышал конкретных примеров. Мне вот хотелось бы слышать конкретные примеры из вашей жизни. В смысле притеснения? Ну, там, 13-14 год. 13-14 год. Какие вот нападки, притеснения по языковому признаку были? Расскажите. Ну, в принципе, никаких. Никаких? То есть не запрещали разговаривать на русском языке? Нет. Странно. А кто? Ну, как, пантеровцы должны были запрещать же? Нет, там, нацисты эти, которые? Да, нет. Странно. Так, а в чем тогда весь смысл всего, что происходит, я не понимаю? В чем именно? Ну, мне казалось, Донецк, русские люди их притесняют, поэтому они хотят в Россию. А если не притесняли, так зачем? Почему? По какой причине хотеть в Россию тогда? Как-то я не понимаю, поясните, пожалуйста, мне. Как вы это понимаете? Можно объяснить. Интересно. Так расскажите мне, как вы это видите? Я же вам позвонил конкретно. Как это для вас? Просто хочется, чтобы был мир. Ну, так мир же, собственно, и был до того, как Донецк решил вместе с Луганском присоединиться к Великой России. Ну, не знаю. По-моему, уже очень долго идет война. Ну, да, уже 8 лет. Понятно. Ну, хорошо. Инна, ты мне скажи вот честно, а ты хуй будешь? Чего-чего? Хуй будешь? Еще раз. Нет, ну, я просто поинтересоваться. Я не знаю. Ну, может быть, другие планы какие-то есть. Стандартный вопрос в такой ситуации. Какой вопрос? Ну, в Россию вы собираетесь ехать или нет? После референдума. Или вы останетесь в Донецке? Нет. А к кому ехать в Россию? Нет, ну, я не знаю. Просто раз вы станете частью России, может быть, вы хотите в Россию поехать куда-нибудь? В Донецке. В Донецке. Нормально. Смотрите, такой вопрос. А если нам придется немножко все-таки отступить, ну, как перегруппировка войск у нас была в Харьковской области, наверное, следите за новостями, да? Немножко отступили, но временно. Вот. Мы сейчас заранее пытаемся проработать план «Б» в случае, если Донецк придется на какое-то время оставить. На время, я уточняю. Вот. Вопрос к вам. Вы останетесь в Донецке или вы будете эвакуироваться вместе с нашими войсками, которые будут перегруппироваться? Куда? Не думаю о таком, наверное, да. Нет. Это мой город. Я понимаю, да, но просто, как я понимаю, по украинскому законодательству участие в организации референдума – это преступление, и получается, что вам грозит уголовная ответственность, если вы останетесь. Понимаете, в чем дело? Ну, я не организую референдум. Да, но вы как бы участвуете, как наблюдали. Я просто наблюдаю. Ну, да, да, да. Вот это тоже подпадает. Они же нацисты им все равно. Поэтому у нас на сегодняшний день есть три города. Это Иркутск, Улан-Удэ и Братск, куда мы могли бы эвакуировать в случае, если нам придется отступать. Вот нужно, чтобы вы выбрали один из этих пунктов населенных. Не хочу. Нет, я понимаю, я не предлагаю вам ехать никуда. Это на всякий случай. Просто я заполняю анкетные данные по разговору с вами, и мне нужно понимать, куда, если что, мы вас направим. Братск, Иркутск или Улан-Удэ. Просто выберите любой город. Это не понадобится, на самом деле, но записать нужно. Оренбург. Оренбург. А почему Оренбург? Ну, там родственники. А, родственники все-таки есть. Если что, можно поехать. Ну, хорошо, Оренбург, так Оренбург, без проблем. Так и запишем. Так, Москова, Оренбург. Все, хорошо, вопросов больше нет, вам успехов. Завтра, значит, наблюдайте. Спасибо вам тоже. Номер мой запишите, если что, звоните, будут вопросы какие-то, я помогу. А как вас зовут? Степан Андреевич. Хорошо. Чернобаев, да. Да, все, жду вас. Да, до свидания. Как видите, даже местное население считает, что никакого притеснения русского языка не было. Ай-яй-яй, неужели Симонян со Скобеевой врали? Риторический вопрос. Ладно, ребята, в общем, если хотите больше звонков, причем тех, которых не пропускает YouTube, например, звонки родственникам оккупантов, которые узнают о том, что оккупант уже, так сказать, немножечко остывает, то пройдите по вот этой вот ссылочке в описании и в закрепленном комментарии. Это мой Телеграм, куда я выкладываю самые жесткие звонки. Ну и, естественно, подписывайтесь на пранк-шоу. Более четырех тысяч пранков самых разных жанров и категорий, которые обязательно поднимут ваше настроение. Не забываем ставить лайк и подписываться. Не забываем делиться этим роликом в соцсетях, особенно скиньте его тем, кто рассказывает о притеснении русского языка на оккупированных территориях. Ну и до следующей встречи. А также нужно помнить о том, что ты можешь раздобыть такой шикарный мерч на пранк-шоу. Ты можешь получить все пранки, зашитые вот в такой вот бейджик. Короче говоря, много годного мерча на пранк-шоу. Заходи по ссылке из описания. Ну и вообще все пранки, которые я сделал, а я сделал более четырех тысяч пранков с 2009 года, все есть на пранк-шоу, поэтому если ты все еще не знаком со всеми, то ты обязан с ними ознакомиться. Все нужные ссылки в описании. И конечно же отдельное спасибо всем тем, кто поддерживает создание новых пранков. Все те, кто имеют подписку на пранк-шоу. Вы все красавчики. Вам огромное спасибо. Те, кто еще не имеют подписку, обязательно уберите. Часто бывают скидки. Вообще на пранк-шоу много интересного, связанного со звонками. И не только. Вы можете заказать звонок. Я могу позвонить кому-нибудь. Вы можете заказать голосовое сообщение от Чернобаева для вашего друга. Короче, очень много всего. Обязательно исследуйте этот ресурс. Он еще в разработке. Это еще не финальный вариант. Поэтому новые фишки будут появляться. И новые фишки появляются постоянно. Но в любом случае не зайти на пранк-шоу, зайдя сюда, просто нельзя. Поэтому обязательно загляни на пранк-шоу по ссылочке из описания.